Впервые идеи социализма были выложены в работах древнегреческого философа Платона. Согласно его идеям, одно из основных качеств идеального государства — социализм. Возможно ли воплотить в жизнь этот принцип, узнаем сегодня в студии. Это Актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя, депутат собрания депутатов Ниньского автономного округа Игорь Гоц. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Анатольевич, ну как Вы закончили работу весенней сессии, Ваша фракция? Успешно в общем и целом, если брать только весеннюю сессию, но наша работа еще не закончена в этом созыве. Нам еще остается провести как минимум одну сессию, поэтому считаем, что мы завершаем деятельность. Не заканчиваем. Ну, Ваша фракция, мало кто знает, довольно-таки интересная. В собрании депутатов фракция «Справедливая Россия», она состоит из одного человека. Да, спасибо за комплимент. По поводу интересной фракции, конечно, наша фракция очень интересная. А в части того, что она представлена только одним человеком, это, так сказать, небольшой юридический парадокс, который позволяет создать фракцию даже одному депутату, выбранному по партийным спискам. Ну, какие законы удалось принять или способствовать их принятию? Да вы знаете, работа собрания депутатов 26-го созыва, который мы обсуждаем, в общем-то, характеризуется принятием большинства законов практически единогласно всеми депутатами. Лучше спросите, какие законы не удалось принять, выдвигаемые нашей фракцией. Это, прежде всего, конечно, изменения в закон о выборах, которые мы неоднократно уже критиковали и даже подавали в суд предыдущие выборы. По поводу метода распределения депутатских мест по итогам выборов, так называемый метод империали. Это грубейшая, на наш взгляд, несправедливость, это совсем непропорциональный метод, и мы планируем с этим бороться дальше. Какие еще законы, может быть, какие-то из сферы социального звена, поскольку они самые актуальны на сегодняшний день? Вся работа собрания характеризовалась, конечно, очень социальной направленностью, поэтому мне было очень легко работать. Социальные идеи, присущие нашей партии, они в округе хорошо развиваются, благодаря тому, что у нас есть достаточно большой для такого населения бюджет и четкое понимание, что в наших тяжелых условиях людям надо создавать максимум комфорта за счет именно социальной сферы. Ну, какие законы? ЖКХ – сложнейшая сфера. К сожалению, тут очень много еще не сделанного осталось. Я считаю, что тот принцип, который был заложен в прошедшие 5-10 лет в отношении ЖКХ, то есть перевод его в частные руки, для Севера абсолютно неприменим. Мы об этом неоднократно спорили, обсуждали. Будем продолжать это направление. Социальные законы в области коренного малочисленного населения. Знаменитый закон о дровах, который тоже, слава Богу, наконец имеет право на жизнь, однако до сих пор еще реализована в наших условиях не полностью. Доставка дров пока не обсуждена. Хорошо, что уже этот вопрос тронулся с места. А что мешает реализоваться этому закону по доставке дров? Как ни странно, некоторая инерция. И депутатов, и людей, участвующих в обсуждении, и властей, безусловно. Многие считают, что для коренного малочисленного населения, а говоря проще, для оленеводов, и так делается настолько много, что чего еще желать. Есть очень интересный факт отторжения некоторого закона, и в частности вот этого самого поставки дров со стороны самих оленеводов. Всю жизнь, веками, они рубили яры, так называемые, знаете, что это такое? Кустики. Топили семья, ничего им не нужно было. А тут возить дрова по чумам это развращает. Ну, это в основном люди зрелого возраста так считают. Молодежь так не считает. Облегчение любых жизненных условий в тундре – это большое благо. Ну вот, с тех пор, как закон начал действовать, какие были отзывы от самих оленеводов? Действительно ли это нужно, или это просто выдумка депутатов? Нет, во-первых, это не выдумка депутатов, это следствие обращения нескольких оленеводческих хозяйств. Прежде всего, Ерва. Мы далеко уйдем в этом вопросе. Их будет, наверное, не всем интересно слушать. Есть некоторые здесь пропорции между оленеводческими хозяйствами округа. Есть хозяйства, которые вообще не имеют выхода в лесную зону. Поэтому для них заготовка дров всегда сводилась к сбору плавника на побережье. А есть хозяйства, которые уходят в лесную зону, и для них так острый вопрос не стоит. Вот эта разница, прежде всего, определяет отношения. Ну, а в целом, те, кто дрова получает, только благоприятные вотклики. Ну, сколько сегодня хозяйства получают дрова? По-моему, заявки сданы девятью хозяйствами. И все они, естественно, выполнены. Точнее, статистику не знаю. Но вы возглавляете комитет по природопользованию и коренным малочисленным народам Севера. Я принимаю участие. Член такого комитета, такой комиссии, но не возглавляю. Какие еще были приняты законы в этой сфере? Практически все законы, касающиеся более близкой мне темы, чем оленеводство, о недропользовании проходят через эту комиссию. Вся работа с нефтяными компаниями, с недропользователями, законы по охране природы. Мы внесли целый ряд уточнений в закон о движении по тундре, допустим, разрешив только в исключительных случаях для цели оленеводства и для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тут тоже, кстати, есть недоделки, на мой взгляд, потому что вот этот стопроцентный запрет, он приводит к тому, что он стопроцентно и нарушается. Необходимо четче сформулировать условия, по которым можно будет работать в тундре природосохраняющими средствами, а все остальное запретить. Вот тогда закон будет выполняться. То есть стопроцентный запрет всегда работает не во благо закону. То есть этим законам запретили двигаться на гусеничном, передвигаться на гусеничном транспорте? Наоборот. Такой закон существует давно. Мы слегка его модернизировали под существующие условия. Потому что сами представляете, что если начинается, допустим, то дровы пожара, это, к сожалению, уже у нас бывает, то силам МЧС надо как-то туда добраться, и не только по воздуху. Надо разумно подходить к создавшей ситуации и из двух зол выбирать меньшее все-таки. Ну а теперь перейдем непосредственно, наверное, к городским проблемам. Вы не раз встречались с коллективами различных учреждений. Что говорят люди, чего им не хватает? И что вы как депутат можете им предложить? В городе? В самом городе вы имеете в виду? Вся та же самая проблема. ЖКХ. Вот это основная проблема, которая волнует городских жителей. У нас непомерные тарифы. Комитет по ценам, безусловно, их контролирует. Однако платить треть заработной платы, я имею в виду, не очень обеспечен, скажем так, граждан, за сегодняшние коммунальные услуги, это чересчур. Необходимо работать в этом направлении. У нас есть масса дотаций, это тоже социальная сфера. Речь в самих тарифах и в том, как осуществляются функции управляющих, многочисленных управляющих компаний. Колоссальные долги, которые в сфере ЖКХ наблюдаются по цепочке. Одна сторона все время спихивает на простых жителей. Простые жители говорят, мы за такие услуги платить не будем. Иногда такое даже раздается. Еще раз повторяю, что закон неприменим для севера. Нам не надо многообразия управляющих компаний. Конкуренция у нас этого, к сожалению, не создается. Нам нужны хорошие управляющие компании, причем в небольшом количестве, и обязательное участие государственного сектора. Максимальное участие государственного сектора в обеспечении услуг ЖКХ населению. То есть в этом случае нам следует сократить количество компаний управляющих? Совершенно верно. Причем не просто сократить, а разобраться с теми, кто не выполняет своих прямых функций, а только собирает деньги с населения, потом еще неизвестно, куда их девает. Есть и такие случаи, к сожалению. А что вы можете сказать по поводу нового, уже федерального закона, который вводится на территорию округа с 2015 года о создании единого капитального фонда? Фонда капитального ремонта. Закон сырой. Могу сказать совершенно точно, что закон сырой. Но сама идея. Сама идея не очень хорошая. Нет четкого разграничения, о каком жилищном фонде идет речь. Если речь идет о государственном фонде, жители вообще ничего не должны платить, они до сих пор проживают в государственном жилом фонде, и забота об этом фонде должна лежать на плечах государства. То, что касается приватизированных квартир, тоже есть совершенно четкие градации, по которым надо разбираться. А какая квартира была приватизирована? Сколько времени она находилась в собственности государства, и сколько она находится в собственности жильца? Потом тарифы, по которым исчисляется стоимость ремонта. И масса вопросов, которые еще следует прорабатывать. Причем северный край, и в частности наш Ненецкий округ, это вообще-то не полигон для испытаний такого закона. У нас жилье, это все. Потренироваться бы надо. Как он будет работать в других регионах, более южных, со щадящими, так сказать, климатическими условиями, а потом уже применять его на севере. После небольшой рекламы мы продолжим обсуждать работу фракции «Справедливая Россия» в собрании депутатов. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу Оленная, 10, телефон 2, 17, 17. Я напомню, у нас в гостях депутат собраний депутатов Ниньского автономного округа Игорь Гоц. Игорь Анатольевич, а что делать с нашей излюбленной темой, которая не говорит только ленивые дороги? Строить и ремонтировать. Но это мы пытаемся делать уже на протяжении долгих лет. Мы неудачно пытаемся делать. Во-первых, у округа не было полномочий. Начнем с этого. Это очень важный вопрос. Его не стоит забывать. После ухода полномочий в Архангельскую область дорожное строительство у нас практически вообще замерло. Потому что даже те деньги, которые округ готов был выделять и выделял, все это происходило на грани так называемого страшного. Страшная такая фраза нецелевого использования бюджетных средств. Большая проблема с нашей магистральной дорогой, которая строилась 20 лет, потом резко пошла в гору. И последний лет 15 уже, даже чуть побольше, снова застопорилась. Я имею в виду дорогу Наринмар-Усинск. Наринмар-Харьяга-Усинск. Так что, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, строить новые дороги, ремонтировать старые, потому что та же самая трасса, бескатегорийная, она до сих пор называется бескатегорийной, уже требует серьезного ремонта. И те три моста, которые стоят, особенно. То есть проблема была в недофинансировании дорог? Конечно. Дороги – это очень затратное сооружение, в наших условиях особенное. И прежде всего надо четко представлять себе, какие деньги для этого надо выделять. Ну, а вот что касается финансирования, это понятно. А вот что касается качества, даже если деньги выделяют, дороги делают, то качество вы понимаете какое. Во многих северных странах, допустим, в той же Скандинавии, там те же условия, а дороги у них почему-то идеальны. Вы намекаете на последние промашки нашего ДРСУ? Ну, не последние, это уже было несколько лет подряд. Только они залатали яму, она вновь после дождя опять зияет на дороге. Вы понимаете, только сейчас с передачи полномочий в округе начинает выстраиваться необходимая структура, а точнее вертикаль, которая будет заниматься дорогами, как это ни странно. Это как раз один из тех ярких примеров, когда область, а на самом деле у нас еще есть дороги, которые подчиняются Вологде, вы знаете об этом? Федеральные трассы так называемые. Абсолютно бесконтрольно все это происходило. Поэтому достаточное финансирование, жесткий контроль за этапом строительства и жесткий контроль за этапом ремонта дорог тоже только это может привести к положительному результату. Сейчас такая обстановка складывается. Сейчас обстановка складывается благоприятная. Я думаю, что с вопросом дорог в ближайшие 4-5 лет вопрос будет решаться положительно. А как вы считаете, объездная дорога, она нужна городу? Я считаю, что она не очень нужна городу. Почему? Что если ее и строить, то во вторую очередь, а вначале отремонтировать то, что есть. Почему? Ну как вам сказать, я иногда бываю в больших городах, типа Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени. Поток движения в Наринмаре далеко не так силен, как в перечисленных городах. И московские пробки для Наринмара еще очень далекое будущее. Такая дорога ведь, она все-таки одна единственная. В этих городах там, возможно, сеть дорог. У нас сети дороги нет, у нас она одна. И что? И, соответственно, на нее ложится вся нагрузка. Да. Это из области вашего первого вопроса. Как она выдержит эту нагрузку, эта дорога? А когда у нас перед светофором скапливаются 10-12 машин, и это называется пробка, или когда я слышу, что я опоздал на работу сегодня из-за того, что стоял в пробке, в Наринмаре, конечно. Это просто смешно. Ну понятно. А вот что вы думаете по поводу вопроса кадров? Например, медицинских, как вы знаете, у нас в округе их не хватает. Я хотел бы сказать, что кадров не хватает во всей стране целиком. Это только то, что мы сейчас стали ощущать, это отголоски. Как раз в бюджетной сфере, то, что касается медицинских работников, работников образования или попросту учителей, округ совершил невероятный скачок. Нам удалось одними из первых почти выполнить указы президента о подъеме средней заработной платы данной категории работников в бюджетной сфере до уровня средней зарплаты по округу. К сожалению, оказалось, что одной зарплаты мало, конечно же. Остаются вопросы жилья, особенно населения для той и другой категории, вопросы молодых специалистов. В целом же на сегодня в округе колоссальная нехватка рабочей силы. В частности, возвращаясь к вопросу того самого дорожно-строительного управления, одна из жалоб на то, что не хватает строительных рабочих. То есть это просто низкоквалифицированных рабочих в округе тоже не хватает. Есть определенная специфика, связанная со временем производства работы. У нас сейчас путина, рыбная, грибная, местное население. Местные люди привыкли в это время заготовками заниматься, не зарабатывать там. Но есть и просто реальная нехватка трудовых ресурсов в округе. И что с этим делать? То же, что обычно делают для того, чтобы трудовые ресурсы появлялись. Во-первых, привлекать молодежь, во-вторых, учить молодежь. В-третьих, давать им работу, которая будет, давать им достойную, как они выражаются, зарплату. А если молодежь не хочет ехать в деревню? В деревне тоже стоит вопрос с кадрами. Я бы сказал, что здесь две стороны у этой медали. Одну я уже озвучил. Не хочет ехать молодежь, значит, видимо, мало платят. А вторая – это уже качество самой молодежи. Ясно, что все в деревню не поедут, такого не бывает. Должны быть люди, которым эта жизнь деревенская, в которой есть абсолютно четкие свои прелести. Я не иронизирую. Многим нравится деревенская жизнь. Вот такая молодежь должна ехать в деревню. Надо искать таких молодых людей. Ну и опять же, здесь возникает вопрос. А чтобы молодежь ехала в деревню, там нужны места рабочие, соответственно, производство. Вопрос философский задаете. Если посмотреть на карту, вот у меня есть очень интересная карта, примерно 1900 года, то заселенность по Печории у всего нашего округа в целом была даже больше, чем сейчас. Изменились хозяйственные отношения. Называется хозяйственный уклад. Сейчас людям уже невозможно прожить только ловлей рыбы, сбором дикоросов и даже выпасом оленей. Хотя оленеводы в те времена и сейчас, в общем-то, не ориентируются на проживание оседлые. Может быть, кстати, это тоже проблема. Одна из проблем – трудоустройство на селе. У нас ведь только выпас оленей пастбищный применяется. А у соседей, допустим, в Скандинавии, там существует усадебный выпас. То есть там почти как коровы оленей пасутся, скажем так. Производство на селе – это очень большая проблема. Особенно на севере. Потому что опыт показывает, что у нас добиться безубыточного производства, особенно в малых таких количествах, чрезвычайно трудно. Поэтому сразу ответить на ваш вопрос, как можно заинтересовать молодых людей работой на селе, не берусь. Надо изучать, изучать эту проблему и, возможно, даже идти по пути группирования каких-то наших населенных пунктов. Вокруг одного большого или переселяют туда людей, организуют там производство. Потому что сделать в каждой маленькой деревеньке, типа там, Мглы, нормальное производство, которое потянет молодых людей, и село опять начнет разрастаться, вряд ли получится. Ну, а вот такой вопрос. Принимая какой-либо закон или рассматривая, вы рассматриваете практику других регионов, как у них там? В обязательном порядке. Причем, в первую очередь, всегда раздаются голоса, как в Ямало-Ненецком округе, который наиболее близок к нам по многим параметрам. Он просто побольше нас раз в 10, а так он очень близок. Хотя вот дальше тоже надо забираться. Есть еще Таймырский округ или Долгано-Ненецкий, между прочим. Очень созвучный. Самое интересное, что вот наша колгуевская практика оленеводства, допустим, созвучна с Таймырской. Там дикий выпас, так называемый, дает положительный результат. Так что мы обязательно порядки изучаем. И не только оленеводческих, так сказать, северных регионов, но и наших ближайших соседей. Мурманская область, Вологодская область, Архангельская прежде всего. Игорь Анатольевич, у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям и высказать свои пожелания. Спасибо. Обращаясь к телезрителям, прежде всего я хочу напомнить им, что они в ближайшую неделю станут избирателями. И призвать всех максимально добросовестно прийти на выборы, привезти всех, кого можно, друзей, знакомых, соседей. Потому что большая явка на выборы, помимо того, что это волеизъявление демократическое, социалистическое, прямо по Платону, это еще и большая уверенность в том, что избраны будут те депутаты, тот губернатор, которого хочет большинство населения округа. Ну и, конечно же, я хочу пожелать избрать достойных людей, в которых потом население округа, жители Ненецкого округа не разочаруются. Спасибо. Спасибо вам. С нами был депутат собрания депутатов Игорь Анатольевич Гоц. Это Актуальное интервью. Актуальное интервью